Скажите, у вооруженных сил Украины для связи для дронов и артиллерии есть система высокоскоростного интернета Starlink? А что подобного есть у расистов? И еще один вопрос. Дроны Шахет-136, которые мы сбиваем, остается боезаряд. Можно ли его как-то перенаправить к ним? Смотрите, у России нет альтернативы Starlink и нет высокоскоростного спутникового интернета. У них есть система GLONASS, которую они используют в ракетах и старшие командиры имеют спутниковую связь. Но старшие командиры, где-то от полка и дивизии и выше. В батальонах я не слышал, чтобы наши бойцы говорили, что у них есть спутниковая связь. Они пользуются станциями, в основном, я так понимаю, китайского производства. Но она может быть и российского, Made in Russia написана. Но реально там начинка, скорее всего, китайская. И они считаются цифровыми. В этом плане у них пробои очень большие. В плане связи и ее устойчивости на поле боя. А говорить о высокоскоростном интернете нет. Они, кстати, даже сейчас в Луганской области по требованию российского военного командования оккупационного, оператор отключил функцию мобильного интернета. То есть они даже здесь сами себя лишают возможности использовать мобильный интернет для связи и хотя бы для передачи несекретных или открытых данных. Или можно кодировать как-то. Нет, они наоборот и население лишают и сами не имеют. У них есть релейная связь, есть у них закрытая засекреченная аппаратура связи, ЗАСовская. Они ее используют. Но спутниковой связи, такой типа Старлинг, у них на сегодняшний день нет. Что касается боевых зарядов шахедов, то нет. Если шахед упал, сбитый, то, как правило, этот боевой заряд просто обезвреживается и уничтожается путем подрыва. Как правило, путем подрыва. Вот если дрон упал целым, мы захватили и не имеет повреждений, то тогда есть шанс его перепрограммировать, взломать, перепрограммировать. У нас такой опыт есть. Мы над этим работаем. И тогда, да, можно его отправить обратно туда, откуда он прилетел, для того, чтобы он там осуществил так называемую бавовну. Наше любимое выражение. Вот. В плане вот этих курений в неположенном месте в Российской Федерации. Так что вполне возможно, если он был захвачен целым.